МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие особенности соблюдения правил пожарной безопасности в летний период в домах и в квартирах? Как в Самаре реализуется программа по предотвращению несчастных случаев на воде? Что нужно знать и уметь школьникам, чтобы летние каникулы прошли без происшествий? В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самары. Евгений Аминович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый день. Здравствуйте. Ну и лето, которого мы так долго ждали, наступило. Оно вступило в свои права. Жарко, сухо. И вот в этой ситуации какие особенности соблюдения правил пожарной безопасности именно в летний период в домах и квартирах? Потому что зима – это отдельно, лето и жара – это отдельная история. Понятно, да. Разные требования к правилам пожарной безопасности, разные, наверное, нарушения могут существенно влиять зимой и летом. Ну, наверное, начну с того, что вот недавно у нас очень много было тополиного пуха на территории города. Это не только там очищает тополиный пух воздух, не только действует на аллергиков, но и приводит иногда к пожарам. Вот за этих неполных, наверное, две недели у нас количество пожаров по сравнению с обычной неделей, таких уличных пожаров, сараи, возгорание там заборов, возросло практически чуть ли не в восемь, в семь-восемь раз. В семь-восемь раз? В семь-восемь раз, да. То есть вот она прямая корреляция? Вот она прямая корреляция, количество пожаров и условий, когда сухо, когда тополиный пух, и когда кто-то решил его поджечь. Это и дети, иногда и взрослые, чего тут греха таить. Есть методы борьбы с этой проблемой. Это своевременная проливка территории и общей внутриквартальной территории, внутри дворов. Управляющие компании этим занимались, и мы рекомендовали им это делать. Ну и, наверное, скажу, о чем во время жары, в летнее время, часто, наверное, тоже идет перегрев электропроводки в домах, в квартирах. Это в связи с тем, что начинают работать кондиционеры, вентиляторы. И поэтому тоже неправильная или старая электропроводка, которая уже вышла из строя, тоже может быть... Но она не рассчитана на такие нагрузки, да? На такие нагрузки, да. Может тоже послужить причиной пожара. Ну и все остальные причины, они остаются как летом, так и зимой. Так это и курение, это пользование огнем. Иногда мы там пытаемся что-то просушить над открытым огнем, а это всегда приводит к трагедии. Ну и, конечно, это дети, оставленные без присмотра дома, которые тоже могут стать причиной пожара. Потому что мы говорим, что спички детям не игрушка. Однако все это происходит. И вот мы, как Управление гражданской защиты, со своей стороны, в целях профилактики пожара, в целях информирования граждан, тоже разработали и памятки, которые выдаются при встречах с населением, особенно в частном секторе, где наиболее актуальна как раз вот эта территория, подверженная огню. Также мы разрабатываем и выдаем в детские школы для начальных классов в игровой форме эти, скажем так, материалы для детей. Это в качестве раскрасок, каких-то наглядных игр, где бы в доступной форме дети могли ознакомиться с правилами пожарной безопасности. Кроме этого, мы планируем провести сейчас вот в детских оздоровительных лагерях различные мероприятия, специализированные организации, где в игровой доступной форме, в качестве викторины, тоже наши дети узнают или им напомнят о выполнении правил пожарной безопасности. Ну, кстати, интересный момент, что касается тополиного пуха. Я для себя с интересом узнал, что оказывается поджог тополиного пуха, а за него есть наказание административное. Ну, конечно. А если это привело к тяжким последствиям, то есть утратим имущество, либо еще более что-то? Соответственно, наказание удваивается. Ну да, там вплоть до уголовного, материального. Да, совершенно верно, потому что это преступление. Это преступление. А с учетом того, что сейчас огромное количество видеокамер, и я считаю, что это хорошо и правильно, то причины следственной связи на эти будет очень несложно. Конечно, да. Совершенно верно. Тем более, что у нас на территории области, на территории города сейчас введен особый противопожарный режим. И вот за складирование мусора существует административная ответственность по 115-му закону Самарской губернской думы. И там предусмотрены штрафные санкции, как к физическим, к юридическим и к лицам. Причем штрафы там довольно-таки серьезные, поэтому надо думать, что ты делаешь, как делаешь, ну и заботиться о своей жизни, и не допускать, чтобы был риск для жизни других людей. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу бессендарь. Лето полностью вступило в свои права. Не только жаркой погодой, но и официально, по календарю. В солнечные дни самарцы и гости города любят проводить свободное время на пляжах. Подготовку самарских песков к упальному сезону обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Пока вода в Волге еще не опустилась до нормативных значений, на пляжах проводят уборку береговой линии. После чего приступят к водолазному обследованию дна у берега и установке малых архитектурных форм. Планируется провести завоз и планировку 11,5 тысяч тонн песка. К сожалению, с учетом требований Федерального агентства проеболовства, начало выгрузки и планировки песка возможно только после достижения уровня воды отметки 29 метров. То есть мы мониторим это ежедневно. Подрядчик готов работать, но ждем. По традиции на всех девяти официальных городских пляжей будут работать спасательные посты. На двух участках, на Некрасовской и Полевой, будут оборудованы зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приводят в порядок и набережную. Уже высажено более 2000 квадратных метров многолетних цветов. Объекты потребительского рынка оформили в едином стиле. Проводится ежедневная уборка территорий. Уборка территорий проходит ежедневно. С утра производится мойка дорожек, татуа, спецтехника, зато подбор мусора, очистка урн. Регулярно ведется покос газонов. Но лето – это не только отдых на пляже. Это и сезон повышенной пожароопасности из-за высокой температуры воздуха. В городе с 1 июня по 31 октября действует особый противопожарный режим. В это время запрещены различные действия, в том числе разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организации, приусадебных, садовых и дачных участках. Глава Самары поручила профильному департаменту и главам районов проинформировать жителей о действующих ограничениях и правилах пожарной безопасности. Еще раз массово предупреждать жителей о возможности пожаров. Глава внутригородских районов тоже обращаюсь через свои соцсети, тоже работайте с людьми, предупреждайте о очень серьезной опасности. Евгений Ильич, вот такой вопрос. Если говорить о ситуации с пожарной безопасностью, вот существует, насколько я знаю, программу «Пожарная безопасность Самары». Что она из себя представляет и как она работает? Ну, вообще программный подход к решению любого вопроса, он является, наверное, более оптимальным, потому что там можно учесть все вопросы. У нас программа пожарной безопасности уже не первая, уже не вторая. Значит, она у нас рассчитана на 24-28 годы. Основное направление программы – это обеспечение пожарной безопасности социально значимых объектов, это школы, детские сады. Практически больше 80% денежных средств предусмотрено для реализации мир пожарной безопасности в школах, детских садах. Также программой предусмотрены мероприятия по поддержке добровольчества. У нас две добровольные пожарные команды оказывают нам содействие и оказывают содействие государственной федеральной пожарной службы в тушении пожара. Это добровольная пожарная команда Самарской области. Они работают у нас в поселке Шмидта и в летний период прикрывают детские оздоровительные лагеря в песчаной глинке. И добровольная пожарная команда поселка Береза. Плюс еще денежки в этой программе предусмотрены для информирования населения для проведения различных информационных мероприятий. Ну, вот, наверное, основное, на что направлена эта программа. И объем этой программы достаточно высок. Вот только на департамент образования приходится порядка 150 миллионов в год. Потому что школы, детские сады требуют повышенного внимания. Это и... Тоже самого повышенного пожара, да? Да, конечно. И, к счастью, нам удалось избежать практически, вот на моей памяти, отсутствуют крупные пожары какие-то в детских учреждениях, в школах, в детских садах. Ну, я считаю, что вот своевременное финансирование мероприятий пожарной безопасности позволило это сделать. Ну, да, потому что есть такие вещи, которые надо делать обязательно. На которых нельзя экономить. Да, совершенно верно. Это безопасность. Если говорить о ситуации с пляжным отдыхом, мы посмотрели сюжет, уже начался купальный сезон официально. Вот на сегодняшний день какие пляжи открыты? Давайте начнем с этого. Ну, на сегодняшний день у нас из восьми пляжей, которые должны были бы быть открыты и работать, восемь... На восьми пляжах уже стоят спасатели. Объясню. А разрешено купание, или белья одежды... Ну, да, разрешено купание на двух пляжах. Это первая и вторая очередь набережной. Все остальные пляжи на сегодняшний день по биологическим, химико-биологическим показателям воды закрыты. Вывешены красные флаги. Но люди отдыхают, купаются. Это просто напоминание людям же о том, чтобы они более осторожно подходили к вопросу, ну, там... Ну, воду не глотали. Воду не глотали, скажем так, да. Все остальные вопросы там организованы. То есть у нас на сегодняшний день, у нас купальный сезон пляжа открылись с 15-го числа, но мы работу спасательных постов начали с 10-го, потому что мы понимали, что... Ну, в связи с тем, что долго стоял уровень высокой воды, пляжи не успели вовремя подготовить, я имею в виду. И эти пять дней мы обеспечивали работу спасательных постов, еще когда не до конца было расставлено все оборудование. Но люди купались, люди были, и мы организовали работу спасателей. А их у нас в этом году, как и по прошлым годам, работает 44 спасателя, работает 14 спасательных постов. На этих спасательных постах работают совершеннолетние граждане, девушки и ребята старше 18 лет, прошедшие специальную подготовку, получившие удостоверение матроса-спасателя, соответственно, имеющие допуск со стороны медицинских работников. Ну, соответственно, они сдали все нормативы, умеют плавать и готовы оказывать и первую помощь гражданам. Ну, соответственно, иногда даже помочь где-то кому-то стало плохо, если подойдут к модулю, дадут воды попить, окажут какую-то первую помощь. В медицинских аптечках у нас там имеется жгут, бинты, в принципе, все, что элементарное. Но и они же смогут вызвать при необходимости и сотрудников МВД, и скорую помощь. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, очень интересный. Он как раз касается подготовки пляжей. Я почему хотел его показать зрителям. Как работали водолазы и как шла вот эта подготовка, в том числе подводной части пляжей, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Давайте посмотрим, затем поговорим. Ищут не клады, а мусор, коряги и крупные камни с острыми краями. Акваторию самарских пляжей проверяют водолазы. Посторонние предметы вытаскивают из воды на берег. Все собранное подрядчик, занимающийся содержанием пляжа, вывезет для утилизации. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной работы по подготовке пляжа усилили. Поводок в этом году был затяжным, и теперь нужно как можно быстрее обеспечить комфортный и безопасный отдых самарцам. На 100%, потому что человеческие жизни, как говорится, не зная брода, не лезть в воду, трава, посторонние предметы и все. Потому что и свал, и дно разное, мы это все промеряем, чистим. И люди уже, и организаторы пляжа, они все это в совокупности знают, и устраняют, и ограждают буйками, и детские пляжи, потому что дети сами, знаете, там пологий берег должен быть. Никаких обрывов, ни камушков, ни стекляшек, и все остальное. Очистка акватории от водорослей тоже входит в обязательный перечень работ согласно контракту. Их уже начали обрезать и выносить на побережье для вывоза. С водной растительностью будут бороться до конца пляжного сезона. До двух метров, и если дальше на двух метров где-то вышла на поверхность, или уже высоко, ее тоже надо скашивать. В общем, чтобы человек поплыл, и задеть он ее не мог. И зашел тоже чисто в воду, без водорослей. Для удаления водорослей обычно используют косы и металлические тросы. Покос ведется до глубины, которая обозначается буйками. Скоро появятся и они. Ранее водолазы уже выполнили промер глубин. Все полученные данные используют для обозначения водных границ пляжных зон, в том числе зон для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной не превышающей 1 метр 20 сантиметров. Наконец-то добрались до Волги, искупались, нырнули. Приятно наблюдать, что пляж чистят, что заботятся о пляже, что безопасно можно купаться с малышами и вообще просто с жителем Самары, что для комфорта, прежде всего, для комфорта, для безопасности, чтобы можно было плавать около берега. Это приятно. Благоустраивает и берег. Подрядчик устанавливает специализированное оборудование. На пляжах размещают кабинки для переодевания, лавочки, качели и навесы от солнца, детские игровые комплексы. Всего более 1700 единиц оборудования. Набережная уже подготовила в рейтинг подопровод для возможности подключения к контанчику, то есть они тоже готовы к моменту эксплуатации пляжа. Пократность уборки пляжей – это два раза в сутки, вывоз контейнеров, мусорных. С 10 июня на пляжах работают спасательные посты. Несмотря на это, отдыхающих призывают дождаться завершения всего комплекса работ в рамках подготовки пляжей и соблюдать меры безопасности на воде и на берегу. Вообще, на самом деле, огромное количество работы нужно провести, оказывается, для того, чтобы все это работало нормально. Особенно мне было интересно посмотреть на эту историю с работой водолазов. Евгений Ильич, а вы в этом году уже купались? Да, вот удалось в этом году. Вот два дня назад, в воскресенье, я как раз проверял работу спасательного поста. Номер 5. Это где? Это четвертая очередь набережной, Ладья. После проверки посмотрел, как организовали ребята работу. В принципе, больших претензий не было. Ребята умеют и могут работать в качестве спасателя. Вот я вместе с супругой и с внуком в течение где-то часа, полутора были на пляже, поплавали. То есть сезон уже запустили? Да, сезон запустил. А что касается работы водолазов, очень важный момент. Нет, ведь безопасное дно – это одно из условий безопасного купания. Вот, наверное, стоит сказать про… Мы все все-таки живем на большой реке, большое количество водоемов у нас, озера. И, к сожалению, случаи утопления бывают, случаются. Могу сказать, что вот у нас в прошлом году утонуло 13 человек, и 11 человек утонуло именно в необорудованных местах. Только два, к сожалению, на пляже. Причем любая смерть – это трагедия. Ну, однозначно. И понятно, что наша задача – минимизировать количество погибших. Но вот еще раз хочу обратиться к жителям города. Купайтесь в оборудованных местах. Вот показатель работы водолазов. То есть мы пришли на необследованное место, мы не знаем, что на дне. Коряга, бутылка. Нырнули, и, соответственно, проблема, а иногда и трагедия. Поэтому старайтесь купаться там, где проверено, там, где есть спасатели. Ну, а уж если нет другого выхода, все равно, ну, бывают разные ситуации. Ну, хотя бы обезопасьте себя минимально тем, не нырять. Не нырять. В этих непроверенных местах. И чтобы кто-то следил за вами, соответственно, чтобы кто-то мог оказать помощь. Потому что мы не знаем водовороты, водные воронки, обрыв в воде. И человек может испугаться и, соответственно, уйти под воду. Ну, понятно, что медицинские работники дали, может, какие-то более там четкие указания по безопасному купанию и в оборудованных, необорудованных местах. Но нельзя разгоряченным в холодную воду прыгать. Необходимо привыкнуть к этой температуре, чтобы не было проблем уже с сердечно-сосудистой системой. Ну, и, наверное, важный вопрос – это дети, дети на воде. Это вот в сюжете говорилось о том, что на оборудованных пляжах существуют детские пляжи, где глубина позволяет, пологий вход в воду. Даже там необходимо следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Ну, вот, наверное, основное, чтобы я сейчас вот по этому вопросу хотел сказать. Ну, это, на самом деле, с одной стороны, вроде бы очевидно, с другой стороны, знаете, это, ну, как бы, люди, может быть, из-за того, что кажется, это так просто, на это не обращают внимания. К сожалению, это вот факт. Да, да. Я прекрасно помню, что вот зашло определенное количество голов, и я стою в воде, и я их пересчитываю постоянно. Вот сколько голов зашло, столько же людей должно выйти. Потому что иначе, ну, и по-другому нельзя. Иначе будет беда. Иначе будет беда, потому что это все происходит, к сожалению, чрезвычайно быстро. Чрезвычайно быстро мы вот просто не понимаем, что это дело буквально каких-то двух секунд. И все. И еще, наверное, мне хотелось бы предостеречь отдыхающих на водоемах по употреблению спиртных напитков. Жарко, человек теряет контроль. Понятно, что мы, вот, даже в этом году у нас уже пять случаев гибели на воде. Уже в этом году утонули? В этом году утонуло пять человек. Но с началом купального сезона два человека. И опять все это в необорудованных местах. Еще все-таки алкоголь – это враг. Ну, как правило, он сопровождает. А если это сопровождается еще и средой, где есть опасность, а вода – это в любом случае опасность. Поэтому чревато дважды, трижды. Здесь, кстати, я, знаете, о чем еще подумал? Дело в том, что необорудованный пляж – это еще огромный риск. Сети могут оказаться вообще-то в этих местах? Кстати. Да, совершенно верно, запутался. Вот тебе и, собственно, вот ты получил себе проблему огромную, из которой ты можешь не выбраться. Вот сейчас вы говорили о том, что на пляжах работают люди профессиональные. А кто вот конкретно, вот те 44 человека, кто обеспечивают безопасность? То есть это люди, кто профессионально и плавает, и спасать умеет, и оказывает первую помощь? Ну, у нас мы… Есть ли дефицит кадров, кстати, интересный? Дефицит кадров. Ну, скажу так. Вот у нас этот вопрос решается путем аукциона, на проведение закупки. Это услуга, оказанная администрацией города по работе спасательных постов. Сегодня этот конкурс-тендер выиграла Самарская областная школа «Освод». Мы традиционно с ними сотрудничаем. Ну, уважаемые организации. Да, это организации, которые занимаются не только заключением таких контрактов, они еще, как общественная организация, оказывают нам содействие при проведении, при обеспечении безопасности на воде во время различных фестивалей, мероприятий, которые на водных объектах проходят. Они принимают активное участие в профилактике происшествия на воде. Мы их приглашаем, они очень активно участвуют в рейдах, которые проводит наш поисково-спасательный отряд. Мы выезжаем на Катерах, мы выезжаем на Правую Волгу, там мы понимаем, что это тоже традиционное место отдыха самарцев. Там по разным причинам эти пляжи не всегда возможно организовать организованно. Но мы понимаем, что туда люди едут, и мы приезжаем, раздаем памятки, предупреждаем. Наверное, одновременно с этими выездами как раз еще раздаем памятки по пожарной безопасности, потому что вся Правая Волга – это сразу лес. Это лес. Поэтому вот эти ребята, в основном, это, конечно, студенческий корпус, студенческий корпус спасателей тоже туда направляет своих людей. Ну, я считаю, что это для ребят, для молодых ребят это опыт, это опыт работы, это опыт общения с людьми, и он никогда лишним не бывает. Ну, насколько я знаю, дефицита таких ребят на сегодняшний момент нет. Единственное, бывают перебои, когда начинается, у нас купальный сезон длится до 15 сентября, и вот начинается период учебы, и тут немножко, конечно, перебои, но организация выполняет условия контракта и обеспечивает наличие спасателей на спасательных постах. – Евгений Ильич, и вот последний вопрос на сегодня. Лето – это период, когда дети свободны, это и пляжи, ну, это, в общем, как бы они очень много времени на улице проводят. Вот как работает ваше управление со школьниками в летний период, ну, тем более сейчас время еще и летних лагерей? – Ну, да, дело в том, что, наверное, со школьниками это наше управление напрямую не работает, опосредованно через как раз вот эти вот агитационные мероприятия, скажем так, какие-то раскраски вот эти вот инструкции, памятки. Мы проводим, вот я говорю, организуем проведение занятий в детских оздоровительных лагерях через наше управление специализированной организацией в виде конкурсов, викторин. Ну, и, наверное, мы рекомендуем и работникам среднего образования активно участвовать в профилактике, в доведении до них мер безопасности. Ну, правильно вы сказали, что в детстве это пришкольные лагеря, как раз сейчас смена идет в июнь месяц. Там комплексный подход, ведь безопасность – это не только вода, и не только пожары, это и правила, и дорожные происшествия на дороге, аварии. Это безопасность при переходе улицы. Да и просто вот, скажем так, обезопасить себя от каких-то неприятностей, от каких-то, ну, даже… От потенциальных рисков, я бы сказал. От потенциальных рисков, да. Согласен. Даже вот в эту жаркую погоду надо больше пить воды и носить головной убор. Нельзя долго с открытой кожей находиться на солнце, потому что можно получить очень сильнейшие ожоги. Ну, это те вещи, которым, тем не менее, надо учить. И напоминать, и заставлять подчас. Ну, и мы вот по возможности тоже эту работу проводим. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что лето пройдет безопасно, то есть люди будут получать удовольствие, и у них не будет проблем. Мы будем стараться, чтобы так оно и было. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Всего вам доброго, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин